у нас дарвин оптер до закончился турнир я вот только пер захожу в игру сколько это воскресенье наверно закончится лифт на недельник общем то сегодня у меня вторник и давайте получим главный приз на такие я не откатился и запасов в тысячу очков хватило чтобы остаться в одном проценте тогда так давайте поглядим так бронт отели у меня пока что нет я все еще не докачаю слоника никак но уже все готовы осталось только снять ухты скоро в игре это прикольно это чё такое чё за пустая ячейка надо сделать скриншот вдруг куда-то там ставлю авось пригодится как говорится так ладно давайте это дело закрываем собираем еду ставим задание дальше вот так вот заглянем в гавань мне интересуют конечно же гены жаль вот раньше было можно без регистрации обменивать эти очки было круто а сейчас печаль беда ну баксы на гены это вообще не вариант гены на баксы еще можно менять но не баксы на гены так ну ладно с этим разобрались давайте глядеть что у нас есть так у нас есть схватка редких и вот этот мега супер пупер с помороченный турнир да ну да так но прошлый раз мы его прошли конечно ну чистом чисто на диком партия не знаю на чем мы его прошли первый бой пройти тоже легко берется апатозавр он там принимает на себя урон потом какой-то там два сигнал звук еще кто-то и все и вопрос решен ну два сигнал звук берется это мы сделаем это мы ребятки сделаем ладно давайте его и сделаем сейчас один бой может два и три ладно посмотрим как пойдет если будет печально то переключусь так апатик ну даже не знаю сигнал сигнал звук ладно давайте возьмемся но удар больше жизни конечно мало он пойдет в расход тоже ну а это мега супер машина убийца летунул светятся гады ничехные они накапливаем баллы по нашей классической схеме ну один поставим вдруг там у него притык 2000 и с бонусом это будет ну где-то около пяти а а ну да вот вот так блин давайте подменимся ладно ну я же говорил что принесу его в жертву ну тут на три удара нас будет атаковать этот гаденыш на всего лишь на два то есть мы потеряем сейчас сразу сигнал духа и апатозавра но должны но накопим по крайней мере мало он атакует на все три да ему немножко не хватало лет еще из активного удара это круто еще него по нулям так два удара четыре тысячи мне должно хватить делаю два он покойник и там защиту давай атакую мультик ахахахахаха ну даже не на 4 слабак но этого нам более чем достаточно это легкий бой такой разминочка а а а а а а а а а Так, первый бой есть У нас еще два дня Даже три дня практически Так, теперь Гаргазух Ну, на самом деле, не обязательно Брать первого Гаргазуха Он будет бить Почти, там, две Триста, две четыреста силы Удара будет Ну, два удара выдержит Вот такой вот Я просто, ну, прикидываю так Чтобы нам было еще чем подраться на следующий уровень Это будет наша жертва, допустим То можно взять Ну, надо брать все-таки, наверное, хищники Ну, вот так вот как-то Ну, или даже Юдона возьмем Ну, такое вот Не знаю, не знаю, ребятки Думаю, думаю Он подменится на травоядного Травоядный вынесет этого Я Юдоном вынесу травоядного Делофазавр вынесет Юдона И потом мне нужно будет Эрлифазавром Это все дело распетлять Ну, давайте пробовать Конечно У Юдонафазавра не так много Жизни, как могло бы быть Хотя он может и не подменяться Нет, подменился Не буду Хотя, может и стоило Нет, не стоило Нормально Я его так продемажил То есть я его за два удара Эрлифазавром может и завалю Максимум три А он по полной должен атаковать Все идет неплохо Ах, чуть-чуть не хватило Даже сделал так Защищусь по полной От нападок Делофазавров Интрига Мне вот даже интересно Ну, я сейчас заберу Эрлифазавром Делофазавр Кстати И они же похожи Гибрид Чао-какао Недоразвитый Мы новая ветка эволюции Эрлифазавр Круче Ну и че ты будешь делать Ну и че На четыре Я проатаковал Вообще Мне даже Юдонсис не понадобился Бэй Ну, я себя защитил Вообще Иди, ребята Ну, что будет Третьим двоем Вот это, конечно Интрига Ничем мы не сдаемся Ну, давайте Показывайте нам Ужасы Ну, все В общем Перехрестились, ребята Молитву прочитали Смотрим Сможем ли мы здесь Что-то сделать Так 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 И так Ну Печально На самом деле Ребята Два удара Не знаю Что Что выдержит Два удара О, выдержит Вот этот Красавчик Два удара Просто Он скорее Подменится На вот так Вот И вот так Вот Примерно Давайте думаем Если он Все-таки Подменится Два удара Мы выдерживаем Скорее всего Подменится На Гациоптерикса Гациоптерикса Мы будем Убивать Юдона Убиваем Юдоном И мы По факту Его скорее всего Потеряем То есть Надо Метриафадоном Будут убивать Двоих А здесь 21000 Очень больно Ребята Очень Очень Больно Но если Я поставлю Вот этого То По нему Будут Бить Сколько 1700 Ну Тоже В принципе Два удара Выдерживает Давайте Вот так Пальцы Навхрис Ребята Бой Очень Тяжелый Надо Защищаться С первого Боя Это плохо С первого Удара Если он Не атакует Он Подменился Давай атакуй на одиночку Ах Молодец Молодец Хороший Мальчик А вот Это Плеха Уже Плохо Мне нужно Его приносить Жертву Потому что 14000 Гц Терикта Я мог бы Конечно Вынести Метриофадоном Но мне Юдон Нужен Только Для Гц Абдерии Для Таких Целей Он Не нужен Мне Теперь Нужно Дохлым Метриофадоном Пробить 20000 Жизни Капразуха И как-то Остаться В живых От Диплататора Это Очень Тяжело Ну Вот Это Нам Повезло Ребята Он Проатаковал На 4 Фух Чуть Не Промазал Чуть 4 Балла Защиту Не Поставил Это Был бы Эпик Фейл Фух Ребята Вообще Короче Не Знаю Там Бы Себя Наградил Чем-то Да Нечем Так Что Давайте По Лайку С Каждого По Лайку Такие Бои Не Часто Можно Увидеть На Просторах Ютуба Идеально Все Сложилось Просто Идеально Ребята Супер Бой Я Доволен Собой Надеюсь Вам Тоже Понравилось И мы Разблокировали Очередной Раз Геликаприона Ну То есть Второй Раз Это У нас Тоже Такая Крутая Рыба Сейчас Давайте Подумим На нее Посмотрим А что бы Нет Фух Аж Устал Разволновался Ребята Бой Был Очень Даже Очень Так Эдестус Ну у нас Есть две Рыбы Такие Спорят По уродливости Это Эдестус Вот такой Красавчик Ага То есть Это Максимальное Приближение Кстати Давненько Мы не заходили С этим Фоторежимом Я вообще Не заходил Сюда Классно Выглядит Ну ладно Не в этом Дело Мы ищем Конкурента Ему Это Геликоприон Жаль Что тут Нельзя Погладить Так Где твои Вообще Глаза Вы Видите У него Глаза А Вот Нашел Нашел Вот там Так Пока он плавает Давайте Почитаем Про него Вот так Вот выглядит Он кстати На первом уровне Как обычная Акула Геликоприон Получил свое Название Означающее На греческом Языке Спиральная Пила Благодаря О форме Зубов Образующих Так называемую Зубную Спираль Кстати Видео Я про него Делал Так что Не поленитесь Найдите В плейлисте Видео Про Геликоприона Там я про него Тоже рассказывал Эволюция 2 Так это Десторическая Акула Может вырастить До 10 метров В глину Да Белая акула Тихо Курит В сторонке А это значит Что Геликоприон Является Одним из Крупнейших Известных Евгения Донтов Евгения Донтов Ну Какой это Класс И подразновидность Я вам не скажу Эволюция 3 Вы знаете Что Геликоприон По сравнению Черево Многим Похож На современную Акулу Домового Первый раз Слышу про Такую Знаю Акула Нянька Но акула Домовой Ребята Вы знаете Такую Акулу Зубная Спираль Имеющая В длину 60 сантиметров В свое время Озадачила Ученых Согласно Ранним Предположениям Она размещалась На спинном Плавнике Или даже Хвосте А еще то есть Промежуточный Вариант Что эта штука Располагается В горле А не во рту Вот такие Вот такие В общем Дела Ребятки С вами был Александр Пальчик вверх Это будет Лучшая для меня Награда От вас До скорых встреч